Всем здравствуйте, это Наша Экономика. Меня зовут Екатерина Гринаша. Мы подготовили обзор финансовых новостей за неделю. Парикмахерские салоны красоты постепенно выходят из карантина и начинают принимать посетителей. Сфера заработала с разрешения губернатора. Однако обслуживать клиентов салоны должны с соблюдением определенных требований. Посетители могут приходить только по записи и с 20-минутным интервалом. Сотрудники должны быть в специальной форме с защитными масками. Предприятия из других сфер бизнеса пока еще ждут своего открытия. Выход из карантина идет поэтапно. И для поддержки бизнесменов краевые власти разработали второй пакет антикризисных мер. Помощь окажут перевозчикам, предприятиям, жилищно-коммунального хозяйства, малым и средним предпринимателям. В сфере транспорта компаниям предоставят налоговые послабления на 2020 год, а также компенсируют затраты на дезинфекцию в салонах автобусов. Ресурсоснабжающим компаниям бюджетные организации должны обеспечить полноценную оплату услуг и в срок. Это нужно для подготовки к новому отопительному сезону. Для поддержки бизнеса из разных отраслей, из краевого бюджета, выделят 150 миллионов рублей на субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам. Речь идет о том, что за счет краевого бюджета мы предполагаем субсидировать коммерческие банки на изменение условий кредитования в субъектах малого и среднего бизнеса, как раз в числе тех пострадавших отраслей, с целью снижения на ключевую ставку социального банка ставки кредитования. То есть по уже ранее выданным кредитам, которые так или иначе нужно обслуживать и погашать, невзирая ни на какие каникулы, ни на какие отсрочки, это нужно обслуживать и погашать. Мы предпринимаем усилия, участие в бюджетах края с тем, чтобы это бремя снизить именно по пострадавшим отраслям. Бизнесмены по всей России уже начали оформлять субсидии на выплату зарплат сотрудникам в связи с пандемией. Я напомню, деньги могут получить предприятия, индивидуальные предприниматели из сфер наиболее пострадавших от коронавируса. В налоговой подробно рассказали, как правильно оформить субсидию, чтобы не получить отказ. Рассказываем, на каких условиях выдается субсидия. Субсидию смогут получить компании, пострадавшие от пандемии, представители малого и среднего бизнеса, если сохранят штат сотрудников более чем на 90%. Но есть еще ряд условий. На сегодняшний день следующие правила. Первое. Компания или индивидуальный предприниматель должны быть в реестре пострадавших отраслей. Второе. Они должны быть субъектами малого предпринимательства. Третье. У них не должно быть задолженности. Четвертое. Они не должны быть в состоянии ликвидации либо банкротства. И пятое, последнее, но не менее важное. Почему выдаются субсидии? Субсидии выдаются для того, чтобы люди сохраняли сотрудников у себя на работе. Объясняем, как подтвердить, что штат сотрудников не сократился. Начислять субсидию компаниям в налоговой будут только после того, как получат сведения из пенсионного фонда, что руководители не сократили штат. Поэтому предпринимателям нужно сдать отчет в пенсионный фонд о застрахованных работниках по форме СЗВМ. Чем раньше будет сдана отчетность за апрель и май в пенсионный фонд, тем раньше будет произведена выплата. Выплата субсидии будет проводиться в два срока. Первый срок с 18 мая – это будет выдаваться субсидия за апрель. И второй срок с 18 июня – субсидия за май. Подробно о том, как будет рассчитываться сумма субсидии. Размер субсидий рассчитывается, исходя из количества работников в марте, умноженное на 12 130 рублей. Это минимальный размер оплаты труда на одного сотрудника. Сумма субсидии налогом не облагается. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется еще один человек – сам индивидуальный предприниматель. Был вопрос о том, на какие счета можно получать деньги, особенно у индивидуальных предпринимателей. И мы для того, чтобы пойти навстречу индивидуальным предпринимателям, подключили к системе не только их счета, как индивидуальных предпринимателей, но и личные счета, по сути, физических лиц, для того, чтобы они также на них могли получить субсидию. Рассказываем о том, как оформить субсидию. Прежде всего, необходимо проверить свое право на получение этой субсидии. Такое право вы можете подтвердить, зайдя на официальный сайт ФНС России налог.ру, зайдя в электронный сервис «Проверка права на получение субсидии в связи с ГОВИД-19». В этом сервисе вам необходимо набрать свой ИНН. И сервис подтвердит, имеете ли вы право на субсидию на получение или не имеете. Если вы имеете право на получение субсидии, вы должны подать заявление. Данный сервис позволяет вам сформировать такое заявление. Но, безусловно, есть способы, которыми вы можете отправить это заявление, способы очень удобные. Подать заявление на субсидию можно также через личный кабинет налогоплательщика или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. Также можно отправить заявление почтой. Ответ ведомство пришлет тоже в личный кабинет или почтой через три дня. Также отмечу, это не все налоговые изменения. Не исключено, что к осени появятся новые послабления для предпринимателей. В Минфине уже предложили продлить действие специального налогового режима для бизнесменов ЕНВД еще на один год. И это несмотря на то, что раньше было принято решение его отменить с 1 января 2021 года. Какие в итоге будут приняты меры, расскажем. Следите за новостями. Туроператоры все-таки готовятся принимать туристов этим летом. И на некоторые российские курорты уже открыто бронирование мест в отелях. Однако эксперты предостерегают, пока лучше не спешить с бронированием. Операторы продают туры на будущее. На региональных базах отдыха уже сейчас идет бронирование мест на лето. Ждут гостей на Шарыповских озерах, и в Ергаках, и в Шушенском. К слову, в карантин базы отдыха не останавливали деятельность. Сейчас они работают с некоторыми ограничениями, как гостиницы. И по специальным федеральным рекомендациям принимают только командировочных лиц. После отмены самоизоляции там будут готовы принятие туристов. В настоящее время бронирование идет, оно идет не только на текущий момент, но и на лето. Но нужно помнить, что очень многое будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация. Поэтому бронирование возможно, но из-за различных вариантов развития событий и в крае, и в стране могут приняты быть иные решения, и тогда, к сожалению, отдых придется отложить. Отмечу, собственники Красноярских пляжей тоже готовятся к открытию с 1 июня. Но заработают ли места общественного отдыха у воды или нет, будет зависеть от снятия режима ограничений. Что будем делать после карантина? Один из самых обсуждаемых вопросов сейчас. Но больше всего эта тема волнует владельцев торговых и досуговых центров. Некоторые федеральные эксперты уже высказали опасения, что торговые центры после перерыва потеряют половину покупателей. По их мнению, люди не пойдут в общественные места из соображений безопасности, чтобы не заразиться. К тому же многие привыкли заказывать товары по интернету. Однако, как показал зарубежный опыт в Китае, посетители стали возвращаться в торговые центры уже через неделю после карантина. Как будет у нас, мы выслушали прогноз специалиста. Нет, торговые центры не потеряют своих посетителей. И ответ здесь абсолютно прост и понятен. За прошедшее время, 2-3 месяца, люди откладывали покупки. В момент, когда откроются торговые центры, а вместе с ними и все торговые точки, люди начнут восполнять все то, что они не докупили. Спад потока покупателей возможен, но не раньше, чем осенью текущего года. И здесь тоже совершенно понятные причины. После того, как откроются торговые комплексы, люди закупят то, что им нужно, то, что они откладывали. Затем спад произойдет по одной простой причине. У людей закончатся деньги. А вот что говорят люди. Мы устроили онлайн-опрос. В какие заведения и места отдыха пойдут красноярцы после самоизоляции? И пойдут ли вообще? Как только нормализуется эпидемиологическая ситуация, я первым делом пойду в театры. Первое, что я хочу сделать, когда снимут режим самоизоляции, это пойти со своими друзьями в кофейню на летнюю террасу. И как только закончится режим самоизоляции, мы всей семьей отправимся на полноценную прогулку. Я надеюсь, что скоро закончится режим карантина. И на первом месте у меня будет стоять посещение семейного парка Флоры и Пауны Роев-Ручей. Бесконтактный вывоз вещей и услугу по доставке одежды нуждающимся запустили красноярские предприниматели. Это организаторы социального магазина, где принимают вещи в БУ и продают их за небольшую цену. У предпринимателей есть цель наладить бережливое, безотходное потребление одежды. Считается, что каждую секунду в мире выбрасывается примерно один самосвал вещей, а перерабатывается на вторсырье всего 1% всех материалов. В карантин предприниматели не прекратили свою деятельность. Магазин перевели в онлайн-формат. И дополнительно еще и организовали доставку вещей. Причем пенсионерам и нуждающимся одежду привозят бесплатно. К ним можно обратиться за помощью, и им же можно сдать вещи. Мы принимаем ненужную одежду от людей, и сейчас особенно актуальна наша услуга – бесконтактный вывоз вещей. Потому что очень многие, находясь дома, смогли найти время для того, чтобы перебрать свои шкафы, свою одежду и свой гардероб, и образовалось очень много ненужных вещей. Поэтому мы приезжаем, используя средства индивидуальной защиты, принимаем, забираем эту одежду без контакта. Принимаемые вещи мы сортируем, стираем, обрабатываем. И 80% от вещей отдаем семьям в тяжелой жизненной ситуации или же просто нуждающимся людям. Поэтому к нам можно обратиться и за вывозом вещей, и за тем же, если вам нужна помощь одежды. А сейчас на очереди блок коротких новостей. На портале Госуслуг стартовало оформление пособий на детей для малообеспеченных семей. Напомню, ежемесячные выплаты назначаются родителям ребятишек с 3 до 7 лет. При условии, что среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. С 1 июня упрощаются правила использования материнского капитала. Теперь, если семьи захотят потратить выплату на приобретение жилья, им достаточно подать документы только в банк. Обращаться в пенсионный фонд им не придется. Ведомства обменяются данными самостоятельно. От 350 тысяч рублей до полутора миллионов рублей могут получить общественные организации на реализацию своих проектов. Грант разыгрывает Центр поддержки общественных инициатив для того, чтобы поддержать новые разработки и проекты в сферах детского и молодежного досуга, социальной помощи, культуры и краеведения, а также в других областях. Заявки принимаются до 1 июня на сайте crossgrand.ru. Это все темы на сегодня. Свои вопросы присылайте нам на электронный адрес с пометкой для нашей экономики. Тратьте с умом и смотрите программу по вторникам в 19.00. Субтитры подогнал «Симон»!